после того как мы ввели номенклатуру научились работать со справочником номенклатура справочником склады ввели перечень складов со справочником контрагенты договора контрагентов ввели контрагентов наших поставщиков и покупателей мы можем переходить к работе с документами в отличие от справочников документы фиксируют движение материальных денежных и других средств внутри нашего предприятия также поступление материальных ценностей извне и передачу примеру готовой продукции нашему заказчику покупателю для начала рассмотрим отчеты в которых мы можем видеть состояние материальных ценностей на складах давайте перейдем отчеты запасы товары на складах выберем период примеру месяц июнь 2018 устраивает проверим что у нас в настройках группировка будет по складу и по номенклатуре представление начальный остаток в количественном выражении начальный остаток приход расход конечный остаток устраивает нажали сформировать и быстренько получили как мы и группировали сначала идет склад а внутри склада номенклатура можно кликнуть правой кнопкой и к примеру уровне группировок сделать единичка тогда мы видим только количество товаров на складах можно раскрыть склад или кликнуть уровень группировок двоечка тогда раскроются все склады давайте попробуем для начала ввести документ оприходования товароуслуг и посмотрим как изменится состояние отчета в данном случае мы видим что примеру прута металлического был остаток 10000 затем в какой-то период пришло 50 штук и соответственно конечный остаток 10000 50 штук конечный остаток у нас всегда идет на последнюю дату по начальный остаток на первую дату с и приход расход оборот это то что происходит внутри этого периода документ который мы открываем оприходование товаров услуг позволяет нам то ли просто вручную то ли на основании инвентаризации ввести начальные остатки продукции на складах либо откорректировать те остатки которые у нас есть в базе при этом мы можем не знать от какого поставщика пришла эта продукция мы просто корректируем ее количество на складе в отличие от другого документа поступления товаров услуг мы его тоже потом рассмотрим в этом в том документе мы конкретно будем фиксировать поступление материальных ценностей от поставщика у которого мы покупаем их и там во взаиморасчетах уже будет начисляться долг этому поставщику если товары пришли к примеру и они еще не оплачены и когда мы будем оплачивать этот долг долг будет уменьшаться или обновляться то есть мы все это будем видеть нового приходованием и просто да простой документ который просто позволяет нам ввести начальные остатки или корректировать результат результатами инвентаризации состояния материальных ценностей на складах давайте откроем начнем документы управление запасами оприходование товаров и создадим новый документ у нас реквизиты шапки организация склад должны заполняться в первую очередь сначала организация потом главный склад мы также можем указать инвентаризацию на основании которого оприходуем товары если мы заполняли такой документ или же просто ввести его в таком случае оприходование она будет само по себе инвентаризации организация добро и главный склад заполнились в реквизитах автоматически согласно настроек пользователя то есть для данного пользователя от админенко виктор сергеевич это демонстрационной базе у него так настроена чтобы так было при создании нового документа появлялась такая организация такой склад то есть он более чаще всего ими пользуется и мы можем под себя настраивать эти параметры ну давайте добавим позицию вот нажал я на плюсик появилась строка здесь нажимаем на три точки вот вот эти вот и открывается форма справочника номенклатуры здесь в полуфабрикатах заходим полуфабрикаты нажимаем на код чтобы отсортировать по коду мне так удобнее искать и находим вот лист металлический и введем количество 10 квадратных метров например мы вводим так как цену 1 квадратного метра я не указывал карточки номенклатуры то можно ввести например сразу сумму кстати о приходовании у нас идет в долларах ведь если цены и валюта не указано то ставится валюта по умолчанию мы можем ввести сумму и тогда должна рассчитаться цена примеру 10 квадратных метров будет стоить 10 долларов уходим с данного поля и вот у нас посчиталась цена сумма бухгалтерском учете пересчитанной уже в гривне у нас еще курс 11 года мы так так же вот можем заполнить или как сейчас из настроек пользователя было взято по умолчанию подразделение также бухгалтерский счет если мы как бы ниоткуда у нас приходят товары вводим нулевой счет на 0 вспомогательный счет также мы можем ввести состав комиссии председателя и ввести также основания для введения документа и комментарий все нажимаем ok документ введем теперь смотрим как изменится наш отчет товары на складах переходим к отчету как мы вы не видим сейчас конечный остаток десять тысяч пятьдесят квадрат ой я не туда захожу вот лист смотрим 10 тысяч триста а приход был 500 в этом за этот период переформируем отчет видите наши 10 квадратных метров добавились теперь увеличилась здесь сумма и здесь конечном остатке то есть с помощью документа оприходования товара мы можем просто корректировать корректировать состояние то есть количество материальных ценностей которые у нас есть на складе если нужно уменьшить количество то мы должны ввести документ управление запасами списание товаров я не буду вводить документ этот просто откроем и посмотрим как он выглядит просто то же самое вот количество которое вводится на на это количество уменьшается количество товара на складе если мы перейдем в движение документа по регистрам то мы видим что вот товары на складах этот регистр по которому мы смотрим наш отчет здесь расход вот количество есть расход значит количество уменьшается теперь рассмотрим другой документ поступления товаров услуг он у нас находится документы управления закупками поступления товаров услуг вот список документов которые мы видим попробуем добавить новый документ как мы видим некоторые реквизиты заполнены согласно настроек вот эти вот реквизиты а вообще шапка вводится в определенной последовательности сначала организация затем контрагент затем автоматически когда вы ввели контрагента заполняется я прошу прощения сначала организация затем склад затем контрагент при этом договор заполняется автоматически если мы хотим заполнить поступление из какого-то заказа заказа покупателя то можно ввести его в поле сделка вот видите у нас сама система контролирует последовательность ввода о которой я говорил и не дает вводить сделку пока мы не ввели контрагента и договор корень контрагент давайте введем выбираем поставщиков из справочника контрагенты кстати вот эти вот папки они же могут как попало называться как нам удобно и размещать мы можем ввести в них тех контрагентов которых хотим ну вот нам дан пример демонстрационной конфигурации что лучше вот разделять папки по понятным наименованием чтобы легче было искать поставщиков вот я выбрал в контрагента и тут же появился договор контрагента и заказ поставщику уже здесь пропала кнопка т это когда не выбран тип заказа то есть выберите тип а потом уже выберите сделку а тут вместо слова сделка появился уже заказ поставщику то есть в договоре у нас указано где то что нужно ввести взаиморасчеты по по заказам где то не здесь где то это указано в общем поэтому заказ поставщику сразу появился тип данных мы можем выбрать заказ и по заказу потом заполнить запомнить по заказу поставщику у нас таблица заполнится но мы будем заполнять его вручную поэтому нажимаем на плюсик выбираем пруток металлический вводим сколько штук мы хотим купить две штучки заметьте здесь мы уже указали контрагента у которого мы покупаем вот сейчас мы еще и должны этому контрагенту у нас сразу показывает какой долг с контрагентом потому что мы не вводили какие-то кассовые либо банковские документы согласно которых мы произвели оплату но сейчас мы получаем товар и долг должен еще увеличить вот сейчас 515 196 кстати да вводим цену здесь уже цена идет в гривнах по моему да вот в гривнах будем там 20 гривен за штучку у нас тут посчитан ндс уже 20 процентов и всего сумма если у нас цена включает ндс так написано у нас сумма включает ндс поэтому ндс уже взят как часть от этой суммы а если тот флажок снять то сумма будет увеличена на количество ндс наоборот параметры взаиморасчетов вот бухгалтерские счета они ввелись также согласно настройкам бухгалтерского учета но это отдельная тема если вы не хотите учитывать бухгалтерии данное поступление можно снять флажок бухгалтерском учете давайте проведем документ нажимаем ok и посмотрим как изменится наш отчет то есть мы покупали только что пруд сформировать вот видите 52 кстати кликнув по числовым данным мы можем увидеть как они получились например вот что это за 200 раз вот что это за 500 приход кликаем просто двойным щелчком по поле по цифре какой-то здесь нажимаем документ движения регистратор тоже двойным щелчком вот у нас все документы по которым у нас двигался товар то есть смотрите смотрим на период по состоянию на 1 06 18 у нас был уже начальный остаток 10000 квадратных метров листа если мы хотим увидеть откуда взялся этот остаток мы должны удалить первую дату и снова переформировать отчет теперь мы видим текущий начальный остаток мы видим что вот было оприходование какое-то 9 или 10 тысяч затем было требование накладная которой 100 штучек расходовали в производство еще одно требование накладная причем после расходования вот здесь начальный остаток уже изменился уменьшился на сумму требования накладной еще одно и требование накладной мы в производство отправились тоже 100 квадратных метров а я говорю штучек затем мы поступлением вот купили и получили 500 штук и вот оприходованием оприходовали еще 10 штук это то оприходование которое мы на примере смотрели так что все очень удобно спасибо за внимание в следующий раз мы рассмотрим документы реализации товаров-услуг а затем займемся нашими запасами и нзп